Всем здравствуйте! Сегодня у нас 7 сентября 2022 года, Одесса. Среда или вторник? Сегодня вторник. Вторник. Время 10.35. Сегодня мы хотим такое сделать видео, ответить на все ваши вопросы, потому что, я так поняла, многие накопились вопросы, я вам расскажу, что и как. Значит, первое. Трамваи и троллейбусы у нас стоят 8 гривен. Сегодня среда. Сегодня среда, да? Если вы платите через смартфон, то стоит 7 гривен. Маршрутка по городу стоит 15 гривен. Как у нас оплачивают? То у нас заходишь в трамвай или в троллейбус, и при выходе ты оплачиваешь свой проезд деньгами. Или если вы пенсионер, вот предоставляете пенсионный, что у нас пенсионеры бесплатно ездят. Также еще есть тоже льготники, которые ездят бесплатно. Ну, люди знают эти льготы. Маршрутное такси стоит 15 гривен по городу, повторяю. Всем, да. Но если вы едете, к примеру, на седьмой километр, это уже стоит задороже. В маршрутке написано. Было, по-моему, 25 гривен. Сколько сейчас, я затрудняюсь сказать, да, Игорь? Вот. Также, если вы едете еще дальше в пригород Одессы, Одессы, это уже вы увидите в маршрутке, это вы узнаете. Это наш вокзал. Может, пройдем через вокзал? Немножко внутри, если можно. Сейчас посмотрим. Если нет запрета, мы пройдем через вокзал. Посмотрите, какой у нас красивый вокзал, который один из самых лучших вокзалов в Одессе. В Украине. В Украине, да. Что дальше? Естественно, больницы и скорой помощи у нас работают. А здесь закрыт вход. Видишь, какие-то ремонтные работы. Ну, хорошо. Скорая помощь работает. Операции в больницах делаются как по скорой помощи, так и плановые. Есть бесплатно. Можно сделать бесплатно. Есть частично бесплатно. Если вы по направлению от семейного врача или врача-педиатра к другим врачам, тоже бесплатно. Есть определенный перечень анализов, которые тоже вы делаете бесплатно. И определенный перечень процедур, которые тоже делаются бесплатно. Все это можно узнать в той же поликлинике, где вы берете направление от своего лечащего врача. У нас он сейчас называется семейный врач. Что? Если нужен специалист, врач, записывайся к семейному, и он напишет направление. Если он посчитает нужным. Ну, в основном, да. И это будет... Соколистом. Да, да. Это будет тогда бесплатно. Если вы идете по своей инициативе, значит, вы платите. Что дальше? Мы с Игорем пенсионеры спрашивают, кто мы. Нам по 61 году. Мы одного месяца, одного года. В разницу 8 дней. Игорь Сергеевич моложе меня на 8 дней. И когда у меня день рождения, он все время шутит надо мной, что я старушка-шипокляк. Ну, я тоже шучу над ним. Это все у нас абсолютно нормально. Так, что еще какие-то? Так, нотариус работает. Нотариальные конторы работают. Можно... Риэлторские тоже работают, да. Можно оформить документы. Можно купить, продать. Ну, там, конечно, сейчас какие-то свои нюансы. Но это все вы уже можете узнать, если... Смотри, какая пекарня. Если вы делаете какие-то действия. Так. По статистике сейчас в Одессе больше стало свадеб, чем было. Рождаемость, конечно, меньше, чем обычно. Но говорят, что меньше и разводов. Транспорт у нас хорошо ходит, бесперебойно. Пенсии люди получают хорошо, бесперебойно. Каждый в свое время. Это мы можем подтвердить, так как мы пенсионеры. Да, вот так вот покажем. Ну, и зарплаты люди получают. Просто у каждого по-разному есть тоже какие-то, может быть, нюансы. Это я точно не могу сказать. Потому что мы с этим уже давно не связаны. Что еще? Банки работают, я сказала, да. Можно делать переводы. Можно и получить, и отправить деньги и в другую страну, и по стране. Да, смотрите, такой. Мангальчик. А, это мангал такой? Ну-ка, ну-ка, да. Как интересно. А я думаю, это для красоты. Нет, это мангал такой. А-а-а. Она просто в парадке. Ты посмотри, что? Нет. А, как красавица. А, это тоже такой мангал? Ух ты, ну да, посмотри. Как здорово. А я думала. А-а-а. Это не ракета, а пушка, мне кажется, да? Да, смотрите, как интересно. А, там даже угли томятся. М-м, здорово. Видите, здесь очень много кафе. Так, что еще у нас спрашивали? Магазины хорошо работают, продукты все есть. Дальше, с воздушными тревогами. Ну, вот вчера, например, воздушных тревог у нас не было. Сегодня с утра тоже не было. Позавчера было много и часто. Сколько, я даже сказать не могу, потому что уже это... Можно пройти через торговый центр. Или ты хочешь пойти? Есть выход, я не знаю. Это его такой... И марка есть уже с котом, да? Есть марка? Будет. Будет, да? Вот. Это символ сейчас такой. Ну, в Одессе всегда был символ котов. Ну, а сейчас его рисуют в разных... Интерпитациях. Да. По-разному. Что цены? А вы знаете, вот сказали, что с овощами не падают. Нет, на картошку, на помидоры точно цены упали. Это я вам скажу. На кабачки, кстати, тоже цены упали. Мы делаем заготовки. Независимо от того, какое сейчас у нас состояние военное, не военное. Мы всегда делали заготовки. Просто сейчас некоторые, конечно, продукты очень... Имеется в виду овощи. Дорого купить. Ну, так мы компенсируем другими. Мы как раз за этим и идем сейчас. Посмотреть, что мы сможем купить. Часть мы уже сделали. Закруток. Да, работает в Одессе хлебозавод. Работают магазины, работают базары, рынки. Не только продуктовые, но и строительные, и промышленные. Как правильно? Да, промышленные они называются. Вот. Конечно, покупателей меньше. Малый бизнес сейчас страдает очень сильно. Да, дальше. Вот некоторые господа пишут, не видно, где у вас война. Ну, а как вы хотите, чтобы мы показали вам? Чтобы мы поехали на объекты, которые взорваны, и показать вам это? Для этого есть другие каналы. Да, там вы можете увидеть. Так, посмотрите. Вот кабачки 20 гривен. Вот 15. Вот 15. Это за то, что цены таки немножко упали. Ну, вот видите, вот помидоры 20. А, 30, а я видела, было по 20. А, вот 15. 15, да, сливка. Вот, вот синий 60, перец 60, огурец 6, 30, арбуз 25, дымя 50. Вот это вот с арбузом, конечно, цена. Ну, вот видите, вот там слива 20 гривен. Вот. Боже упаси! А что, вы хотите? Нет. Ну, вот пшенка 17 гривен стала. Да, овощи дороговато, но... Сейчас мы посмотрим, сколько ух. Оптовые цены. Понятно, видите, разные цены. Так, в городе убирается, чистится. В парках вечером очень много гуляют людей с детьми. Работают аттракционы. Кстати, я это всегда снимаю на нашем канале Телеграм. Вот видите, вот сливка 20 гривен. Сливка 20 гривен. Вот видите. Наш канал называется «Одесские прогулки». Ссылку и название я выкладываю под видео. Заходите, подписывайтесь. Там мы снимаем совсем другие видео. Маленькие, коротенькие и просто маленькие. Интересные. Да, другие, интересные. Мы мало что там рассказываем, но в основном показываем. Вот видите, конечно, морковка и лук 35-30. Это очень дорого, да. Ну вот картошка 15-15. Да, ну что ты сделаешь? Вот такие сейчас цены. Мы идем посмотреть, что на оптовом. На привозе есть еще оптовые. Да, ну мы это рассказывали, но многие не знают. Вот здесь сливка 25. Здесь все так. Они продают ящиками, мешками. Да, на оптовом можно дешевле купить. Но много сразу. Но много сразу, да. Поэтому идем посмотреть цены на оптовой. Так, что еще? Да, на мясо тоже у нас цены поднялись. Не сильно, но поднялись. Да, Игорь? Да. Сколько ты помнишь примерно цены на мясо? Свинима 120-140, говядина 180-200. А курятина? Курятина вот зорова подорожала, да? Да. Но она еще, по-моему, начала дорожать. Раньше. Раньше. Ага. Можно купить, между продуктами, можно купить вещи. Трусы, носки, футболки, да. Конфеты. Многие, наверное, видели это все. Ну, мы уже идем, так мы уже вам показываем. И рассказываем. Ну, мы как-то сюда идем, покажем их все. Да. Вот это оптовый рынок. Сейчас мы будем смотреть здесь цены. Ну, его уже, наверное, мы вам показывать не будем. Будьте нам здоровы. Берегите себя, берегите своих близких. Мы всем вам благодарны за то, что вы к нам заходите. Стынете арбузы. Да. Прям 13. Прям 13. Прям 13. Прям 13.